Новый парк должен быть удобным и безопасным. Подведены итоги опроса общественного мнения по поводу создания сквера в районе рыбокомбината. Большая пресс-конференция. Сегодня губернатор Наталья Комарова ответит на вопросы нескольких десятков журналистов со всей Югры. И 25 лет идут дорогу и добра. Единственный в Сургуте театр для детей Петрушка отметил свой юбилей. Работа югорских властей под контролем Народного фронта. Наталья Комарова провела встречу с членами регионального штаба ОНФ. На ней обсуждалась реализация общественных поручений, принятых на форуме действия, который проходил в ноябре прошлого года. Активисты фронта отметили успешную реализацию проекта по школьной медицине и развитию сети сельских ФАПов. Среди нерешенных проблем – организация перевозки детей школьными автобусами. Народный фронт профессионально, абсолютно профессионально, отслеживает процессы происходящей системы здравоохранения, уделяет внимание, в частности, качеству лекарственного обеспечения льготных категорий югорщан. Пока этот вопрос находится в красной зоне, пока он находится на контроле, я думаю, что наш округ очень заинтересован в решении, просто накопились проблемы, которые невозможно сразу решить, и это будет у нас в повестке дня. Представителем Югры в Общественной палате России стала Жанна Самойлова. В аналогичной окружной структуре она занимала пост председателя комиссии по вопросам общественного контроля и правозащитной деятельности. Перед отъездом в Москву общественница встретилась с Натальей Комаровой. Глава региона заметила, что представлять Югру на столь высоком уровне – это большая ответственность, и она уверена, что выбранный кандидат сможет оправдать оказанное доверие. В свою очередь, Жанна Самойлова заверила, что видит свою задачу в конструктивной работе. «Запросы у нас-то тоже высокие. Уровень развития высокий, запросы у людей высокие. Поэтому задачи непростые или те, которые в любом случае, что не надо синонимы подбирать. Задачи, запросы, которые население формирует, взял на вооружение, и уже добиваешься продвижения, в том числе и на федеральном уровне». «Быть там и ничего не сделать – это, наверное, не совсем правильно, и по душе, и вообще неконструктивно. Поэтому хочется, чтобы было пользу». В Думе города Сургута сегодня прошло шестое заседание. В повестке дня было 24 вопроса. Парламентарии отказались поддержать администрацию города в намерении приватизировать муниципальное предприятие, городской рынок и хлебозавод. Причина – в отсутствии веских оснований для того, чтобы расстаться с крупными активами. Кроме того, два вопроса были сняты с рассмотрения. Один из них – проект Владимира Болотова – о точках общественного питания, которые в том числе занимаются реализацией спиртосодержащей продукции. По закону, если они находятся рядом с образовательными учреждениями, то продавать алкоголь они не имеют права. «Несут предприятия общественного питания непосредственную угрозу в части потребления алкоголя несовершеннолетнего. Не было ни одного случая. Все случаи, что были, это вот пресловутые ларьки, палатки с шашлыками. В итоге что получили? В итоге получили от администрации несовесообразность и внесение изменений по принципу, что у нас с 31 марта вступают в силу поправки к федеральному закону. 1 апреля мы внесем новый проект и будем опять по новой процедуре его идти. На встречу рекордам Югра может выделить на ремонт и благоустройство дворов до 1 миллиарда рублей. Об этом по итогам визита в Ханты-Мансийск рассказал депутатам Сургута глава города Вадим Шувалов. По словам городоначальника, 100 миллионов выделено из федеральной казны. Значительная часть средств запланирована на эти цели в региональном бюджете. Губернатор Наталья Комарова предложила окружным парламентариям за счет средств депутатских фондов внести свою лепту в благоустройство югорских дворов. Депутаты главу ХМАУ поддержали. Таким образом, бюджет ремонтной кампании может составить около 900 миллионов рублей. Это рекордная цифра за последние нескольких лет. Деньги будут распределены по муниципалитетам. В Сургуте сегодня одобрены заявки на ремонт 14 дворов. Согласно условиям программ, 20% от стоимости благоустройства платят жители. Остальную часть финансируют в равных долях городской и окружной бюджеты. Она сказала, давайте, уважаемые депутаты окружные, тот фонд, который у вас имеется, вот в этом году не распылятся каждый. И какие-то дела, которые касаются физических лиц, может быть, там что-то помогать или еще что-то. А давайте вот мы направим этот фонд, если взять и сложить, там где-то около 7 или 8 миллионов, то получается, если все вместе они сложатся, то это приличная сумма. Эта сумма, это там выходит за сумму 200 миллионов рублей. Забраться на четвертый этаж по штурмовой лестнице, реанимировать пострадавшего в пожаре и завязать двойную спасательную петлю. В Сургуте выбирают лучшего пожарного в конкурсе профессионального мастерства «Славим человека труда». На первом дне соревнований побывала Светлана Стебенькова. В этом году в финал конкурса «Славим человека труда» в номинации «Лучшие пожарные» вошли 25 человек из шести регионов Урфо. Здесь представители Хмао, Янао, Тюменской, Челябинской, Сверловской и Курганской областей. Первый этап соревнований – проверка теоретических знаний, затем практика – подъем по штурмовой лестнице на время. Александр Кононов – пожарный из Югорска. В профессии шесть лет, а в конкурсе «Славим человека труда» участвует во второй раз. Прошлые соревнования, рассказывает Александр, стали своеобразной пробой пера. Испытал свои силы, посмотрел на коллег из других регионов и сделал выводы. Приложил в этом году больше усилий к теории, к этим приказам, ко всем уточнил, такие всякие мелочи, нюансы, потому что по прошлому году теория была серьезной, и в этом году я больше к этому приложил. Ну и, соответственно, походил в спортзал, нормативы, которые были в положении, тоже старался отрабатывать, чтобы заострил на них внимание. Кроме теории и подъема по штурмовой лестнице, пожарных ждет целый комплекс испытаний. В числе прочего продемонстрируют навыки в реанимации пострадавших, завязывание двойной спасательной петли, а также закрепление веревки на здании. Все это, говорят эксперты, не просто конкурсные испытания, а проверка тех навыков, которым в совершенстве должен обладать любой пожарный в повседневной работе. И именно комплексная подготовка при заступлении на дежурные сутки в пожарную часть позволяет дежурному караулу, отдельному пожарному выполнять все вопросы, которые касаются как тушения пожара, зная физико-химические свойства горения, зная конструктивные особенности зданий и заканчивая спасением жизни людей. Лучшего пожарного в рамках конкурса «Славим человека труда» выбирают во второй раз. В прошлом году состязания проходили на Ямале. Вообще, говорят организаторы, за шесть лет существования проект серьезно видоизменился. К нему присоединились другие города и регионы, расширился и список профессий. С каждым годом конкурсанты, представители других профессий ждут, а если они попадут в следующий год на этапы, проявить свое мастерство, показать себя. Соревновательность, она свойственна любому человеку, любой человекской натуре, она придает интерес. Ну и это еще, как сказал сегодня со сцены, возможность общения, возможность обмена опытом, возможность приобретения друзей, именно друзей по профессии. Имена лучших пожарных назовут уже 24 марта. Победители определят как среди сотрудников региональных противопожарных служб, так и федеральных центров. Таким образом, заслуженные награды получат шесть человек. Светлана Степенькова, Денис Зонов, Сургут Интерновости. Не нарушая традиций, опубликован график отключения горячей воды в домах сургутян предстоящим летом. Первыми достанут нагреватели и кипятильники жителей микрорайона НГДУ. Произойдет это в период с 1 по 14 июня. В администрации города отмечают, что все профилактические работы планируется завершить до 21 августа. Подробнее изучить весь график можно на сайте нашей телерадиокомпании по адресу www.indefisnews.ru Сегодня в Ханты-Мансийске состоялась большая пресс-конференция главы региона. Наталья Комарова ответила на 37 вопросов от журналистов окружных и муниципальных средств массовой информации. Для участия в мероприятии заявилось больше 70 корреспондентов, фотографов и операторов со всей Югры. Губернатор рассказал об основных достижениях округа за последние 7 лет, общественном контроле, политических взаимоотношениях со сторонниками и оппонентами, обновлении команды губернатора. Однако первый вопрос прозвучал от юного телекорреспондента из Ханты-Мансийска. Школьник поинтересовался у Натальи Комаровой, как она все успевает. На самом деле, я так отношусь к этому вопросу, времени на все достаточно, что ты хочешь сделать. Что ты хочешь и можешь сделать. И вопрос только в том, собираешься ты это воплотить в жизнь или позволил себе в этот раз не напрячься или заняться другими делами, или посчитал, что тебе сегодня это не нужно. Вот. Поэтому вот у меня такое отношение к этому вопросу, к вопросу о времени. Его достаточно для всего того, что человек хочет, может и должен сделать. Организаторы конкурса – простые правила. Продлили срок приема работ. Теперь подать заявку на участие в нем можно до 11 апреля. Напомним, что городской смотр социальной рекламы в Сургуте проводится в шестой раз. В нем выявляют лучшие творческие коллективы и отдельные авторы, создающие соц, видео, аудиоролики и плакаты. Жюри определит лучших среди профессионалов, любителей и школьников. Кстати, последние составляют большую часть конкурсантов. Помимо традиционных тем «Сургут наш дом», «Безопасный город» и «Будь здоров», в этот раз жюри выделит номинацию и для работ, посвященных Году экологии в России. В этом году мы тоже ожидаем большое количество заявок. Хочется верить, что сургутяне обращают внимание на социальную рекламу, ее создают и, конечно же, ожидаем присутствия большого количества работ. Поэтому мы продлеваем сроки приема до 17 апреля. В Сургуте расцвела студенческая весна. Традиционно городской молодежный фестиваль проходит в два этапа. Три отборочных дня венчает гала-концерт. Сегодня в самом ярком событии студенческой жизни выступили победители и призеры конкурса. Единой темой этого года для высших и средних учебных заведений города стал экологический настрой «Чисто для тебя». Этой весной в различные номинации заявились около 60 коллективов и более 100 участников. В этом году гран-при фестиваля был присужден Сургутскому государственному университету. Это большой-большой праздник лично для меня, праздник творчества, весны. Это прям большой такой ответственный шаг, чтобы показать людям с большим стажем в плане творчества, в плане танцев, в плане моды, в плане вокала, чтобы ребятам посоветовали, подсказали, в каком направлении им дальше идти. Здесь большой такой заряд энергии благодаря молодежи, потому что все юные, амбициозные, и как бы заряжать тебя эти. 25 лет идут «Дорога и добра». Единственный в Сургуте театр для детей «Петрушка» отметил свой юбилей. Кукольники к себе на праздник пригласили весь город, чтобы показать свои лучшие номера. Екатерина Любешева продолжит. Это я, Петрушка! Это вы, Петрушка! 200 спектаклей, 1 миллион зрителей. Оглядываясь назад, театру есть, что вспомнить и чем гордиться. Их кредо – работа для всех и каждого. От ноля до ста. Кукла – это что-то важное. С куклы начинается все. С куклы начинается радость детства. Мы все девочки знаем, когда, я думаю, мальчики с игрушек, мы с кукол. Как это важно, когда у тебя появляется первая кукла. Как это важно, когда ты ее держишь в руках. Это что-то твое собственное и ничье больше. И ты начинаешь входить в взаимодействие, потому что это твоя история. Ты можешь ей рассказать то, что не расскажешь папе и маме или близким друзьям. Свой юбилейный капустник кукольники назвали «25 лет на грядке». Грядка – это ширва, на которой выступает ее величество кукла. Особая гордость театра – многократные лучшие Деда Мороза России Иван Соловьев и Анатолий Лупашко. Анатолий, кстати, с театром практически всю его жизнь. То же самое можно сказать о лучшей в России Снегурочке и по совместительству маме шестерых детей Оксане Жуковой. С основания театра и по сей день играет в нем и Наталья Верчук. Все эти годы «Быть на высоте» помогали главный художник Альбина Швабен-Ланд и режиссер Нина Орлова. Счастливее артистов, конечно же, нет. Мы в куклы играем до старости лет. И нет артистов, несчастных нас. Никто нас не видит. Мы скрыты от глаз. Скрытым от глаз в этот вечер не остался никто. Артисты наряду с куклами демонстрировали лучшие отрывки спектаклей, поставленных в разное время. На одной сцене прекрасно уживались «Самая лучшая в мире няня» и «Дома мучительница» из совсем другой сказки. С тех пор, как я познакомилась с Карлсовым, я их всегда угощаю пылюшками. Угощаюсь, спрошу. Благодарю. На праздник прилетело и самое ожидаемое гостье – Надежда Тютюнова, которая была директором театра «Петрушка» до 2014 года. Актеры ее называют просто «наша мама». Нацеловались, но еще мало будем и целоваться, и обниматься. Я так люблю всех. Это мои дети, они же выросли у меня на глазах, на руках. Я счастлива, что мое дело продолжается, дело всей моей жизни продолжается. Меняется время, меняются зрители, другими становятся наши спектакли. Но неизменно одно – это желание творить у нашего всего коллектива, нашего театра. Это желание дарить нашим зрителям радость, любовь, делать их счастливыми. Чуть позже выяснилось, что у театра еще и папа есть. Волшебники, приносящие сказку на дом к тем, кто сам не может пойти на спектакль. Способные сделать шоу даже на пресс-конференции, несущие в детских сказках совсем взрослый смысл. Все заслуги Петрушки в один сюжет не уместить, тем более, что останавливаться на них они совсем не собираются. Екатерина Любешева, Вячеслав Шаркунов, Сургут, Интерновости. Увидеть кукол из своего детства. В фойе филармонии открылась выставка героев сказок из репертуара театра «Петрушка». Экспозицию приурочили к четвертьвековому юбилею учреждения. Непосредственно перед торжеством детям и взрослым разрешили не только посмотреть, насколько детально проработаны костюмы кукол, но и потрогать экспонаты руками. В разные времена игрушки были задействованы в таких сказках, как «Знаменитый утенок Тим», «Малыш и Карлсон», «Как стру утенок друзей и скалы» и многих других. Шедевры исполнены руками Елены Волковой, Юлии Гамзиной, Ольгой Висковой и Альбиной Швабин-Ланд. На сегодняшний день в целях сохранности куклы упакованы обратно в ящики и ждут своего звездного часа. Мы их периодически достаем, выставляем и опять убираем. Потому что мы сказку «Царес Алтане» – это очень красивая сказка на самом деле. У нее и драматургия красивая, и свет красивый, и сценография вообще шикарная, и куклы красивые. Но мы показываем его, может быть, раз в году. И вот они лежат, лежат, потом раз, их достали, показали, опять положили. Грустно. Вообще грустно, да. Такие красивые. В крупнейшем градообразующем предприятии «Сургутнефтегаз» прошла спорта Киада руководителей. 34 команды боролись за звание лучших. В каждой из них по два представителя структурного подразделения. Программа двух соревновательных дней включала в себя пять видов спорта. Среди них пулевая стрельба, шахматы, плавание, дартс и настольный теннис. В каждом из них есть свои фавориты, большинство из которых ожидания оправдали. Всегда выступала неплохо команда с НСС, аппарат управления. Хорошо всегда проявляли себя. Сургутнефтегаз, быстринство, нефть, такие коллективы. УБР-2, кедровый лог. Понятно, что каждый год фавориты меняются. Но в принципе все 32, 34, 36 коллективов. И как правило 15 команд, которые мы даже не можем прогнозировать. По итогам двух соревновательных дней коллектив спортсменов-руководителей Треста Сургутнефтеспецстрой вышел на первое место по общему количеству очков. Вторую строчку в зачете заняли представители НГДУ Федороскнефть. Бронза досталась команде аппарата управления. В предстоящие выходные во всеобщей спартакиаде Сургутнефтегаза завершится баскетбольный турнир. А уже 1 апреля дадут старт соревнованиям среди ветеранов. Мы выступаем во всех спартакиадах нашей команды, которая представлена Сургутнефтегазе. Мы или в призах, или очень близко к нему. В прошлом году нам вручали приз. Третье место среди руководителей. Первое место среди ветеранов спорта. И четвертое место заняли мы в основной спартакиаде. Так что достаточно серьезная у нас команда. На этом выпуск завершен. Всего вам доброго. До свидания. Доктор Бужинаев обучался медицине с 5-летнего возраста. Сегодня высококлассный специалист проводит точное диагностирование и безоперационное лечение межпозвонковых грыж. Более 10 лет работы Александра Бужинаева в Сургуте показали. Все пациенты прошли курс лечения исключительно с положительными результатами. Телефон центра 90 12 13. Чемпионат России по баскетболу. Четвертьфинал плей-офф. Университет Югра-Сургут против темп СУМЗ УГМК Город Репта. 25 и 26 марта в 17 часов поддержим родную команду. Весной дарите красоту. Соленни Коллизионе представляет новую коллекцию шуб, кашемировых пальто и кожаных курток. Рассрочка и до конца марта праздничные скидки. Салон кожи и меха Соленни Коллизионе. Весна началом новой жизни. 7 апреля в 20.00 в Большом зале Сургутской филармонии. Мировая джаз-дива Нино Катамадзе в сопровождении музыкального коллектива «Инсайт» с презентацией нового альбома «Еллоу». Партнеры мероприятия «Кафе Север», гостиница «Екатериним двор», арт-ферма «Розовый крокодил». Заказ билетов и справки по телефону 780707. В магазине «Адам» в отделе женской одежды распродажа всего ассортимента. Платья, юбки, брюки, туники размеры от 42 по 60. Скидка на все 50%. Магазин «Адам». Улица 50 лет, ВЛКСМ, 3 дробива, второй этаж. Роскошь недорого. Сотни моделей золотых часов российской марки «Ника». Магазин «Золото». Улица 30 лет, Победы 3. Телефон 24-12-20. Слишком ярко. Слишком скучно. Слишком пасмурно. Это поправимо. Горизонтальные, вертикальные, мультифактурные, прессированные, рулонные. Компания «Жалюзи». Более 20 лет создает хорошее впечатление от любого вида за окном. Метросеть. Это только максимальная скорость. Интернет на 1 гигабит в секунду. 150 телеканалов в комплекте. Всего за 750 рублей в месяц. Подключайтесь. www.metrodefisset.ru Компания «Сипромстрой» открывает бронирование квартир в новых домах за ТРЦ «Аура». Селефон отдела продаж в Сургуте – 600-190. Компания «Сипромстрой». Добро пожаловать домой. И о погоде на 24 марта. Здравствуйте в студии Алена Раковская. Генеральный спонсор прогноза погоды – завод по изготовлению металлоконструкций «Макрострой». «Макрострой» беремся за работу, которой боятся другие. В ночь на пятницу северо-западное крыло погожего азиатского антициклона еще будет удерживать свое влияние в большей части Югры. А днем в регион начнет прорываться холодный атмосферный фронт, доставляя кучевые облака и локальные заряды снега. Ночью в Сургуте и окрестностях переменная облачность без осадков. Ветер южный 4,9 м в секунду, температура воздуха 3,8 ниже нуля. Утром облачно, с прояснениями осадков не ожидается. На столбиках термометров около 4 градусов мороза. Днем с прояснениями, а к вечеру возможен кратковременный снег. Направление ветра юго-западное 5-10 метров в секунду. Температура минус 1, плюс 4. Возвращение легенды. Мы просто продаем качественную обувь по доступным ценам. Сеть салонов «Саламандр». В салонах обуви «Саламандр» новая коллекция «Весна-лето-2017». В течение дня солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 765 мм ртутного столба. У «Карапузов» все просто. Молочные смеси для роста. Цены падают, скидки радуют. Детские сухие молочные смеси на 15% дешевле. Только в «Карапузе». Всегда радостные покупки для детей в магазинах «Карапуз». Достойное качество по выгодным ценам. Я желаю вам всех благ. Будьте здоровы. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова